Здравствуйте! В эфире программа «Жили и были на Дону» и я ее ведущая Олеся Слынько. Мы рассказываем о жизни простых людей и непростых жизненных ситуациях, в которых может оказаться каждый из нас. Восемь семей очередную зиму проводят в холодных домах. Три года назад застройщик сдал жилье без коммуникации, пообещав свет и газ провести. Но обещание не выполнил и сейчас многие люди вынуждены жить на съемных квартирах. Игорь Вячеславов взял недостроенный дом в ипотеку на 20 лет. Застройщик обещал сдать жилье с чистовой отделкой через несколько месяцев, но в итоге только поставил коробку. И хозяева с маленьким ребенком уже третий год живут на съемной квартире. Дом и рады достроить самостоятельно, но денег нет. По 30 тысяч уходит в месяц на оплату ипотеки и съемного жилья. Строители, которые работали с ними, он также не расплатился. Они бросили общественных инструментов, одежду, стройматериалы, которые были лишние и нужные. То есть просто в один момент стройка была заброшена. Ирина Степанова с мужем продали дом в Таганроге, чтобы быть поближе к детям и помочь дочери с больным ребенком. Все деньги вложили в новую постройку. Их застройщик тоже просил подождать несколько месяцев и заранее купить газовый котел. Он так и стоит нераспакованный. Отсутствие коммуникации не дает делать ремонты Ларисе пасхальной. От холода обои попадают. Электричество проводили своими силами. Но такой обогрев обходится дорого – до 15 тысяч рублей в месяц. Из экономии отапливают одну комнату. Есть его расписка о том, что он должен был сделать и за это получил деньги. Ну вот даже сейчас свет вырубил. Потому что все соседи пользуются электричеством. Просто энергии не хватает и часто выбивает свет. Застройщик просто пропал и не входил на связь около года. А когда собственники пришли к его дому поговорить, оказались нарушителями закона. Встретили его сына. Сын нас как увидел, убежал. Бросил пакет. Мы пакет подобрали. Приехали домой, начали ему звонить, чтобы он приехал, забрал пакет. Ну как бы разрешить ситуацию. Мы же все люди, в принципе. Может какая-то проблема, может еще что-то. Подъедет, поговорим. Ну как-то решим этот вопрос. Все. А он написал полицию заявление о краже. Пострадавшие давно написали заявление в прокуратуру, обращались в полицию к участковому. Но ответа или возбуждение уголовного дела о мошенничестве не дождались. А вот суд по уголовному делу в их отношении совсем скоро. Бывает так, что люди, которые действительно совершили какое-либо преступление, чтобы избежать ответственности, тоже становятся потерпевшими, пишут встречные заявления о преступлении. Конечно, в такой спорной ситуации важно получить комментарий второй стороны. Но связаться с застройщиком так и не удалось. Двери никто не открывает. Так же, как и пострадавшим. Шатки и плиты рвут новые обои. С потолков в подъездах сыпятся камни. А по ночам слышно, как трещит по швам весь дом. Такова ежедневная реальность жителей четырех-пятиэтажек по проспекту Стачки. Вот уже полвека люди берегут свои дома от обрушения, как могут. Но недавно узнали, что рядом хотят построить новую высотку и боятся, что этого их строения не выдержат. Однажды собственники уже свое жилье отстояли. Первую высотку здесь хотели построить в 83-м. Но котлован дал движение грунту. Четыре пятиэтажки стали трещать по швам. Стройку запретили. И с тех пор здесь детская площадка. Татьяна Чакирян в конце 50 лет и практически развалился. Решила место жительства поменять. И оказалось, что купила квартиру в похожем доме. Эти пятиэтажки стоят на противотанковых рвах. Я из того завалюшки, значит, прислала в эту завалюшку. Я живу с мамой-инвалидом. Это у нас единственное жилье. Она не выходит из дома. И если мы лишимся этого жилья, я не знаю, что будет с нами. Это просто трагедия, понимаете? И это мы когда говорим 400 семей, это не 400 человек. Это семьи с детьми. Вы видите, здесь много у нас детей. Очень много людей останутся на улице. Подъезд Сергея Кислицына от остального дома давно отделила трещина. Когда начнут бить фундамент, дом треснет на абсолютно 100%. Просто, ну, понимаете, трещина уже есть. Как только начнется шевеление, дом треснет. А там фундамент ленточный. Вот этот свай, а там ленточный. Вы понимаете, что такое ленточное. То есть он поедет, поплывет. А соседний дом, по наблюдениям жильцов, уже плывет под землю. Вот это фундамент был. И к нам мы не доставали рукой. А сейчас он уже ушел в землю. Разрушения видны и внутри. Ирина Вицман жалуется, ремонта в ее квартире на третьем этаже хватает ненадолго. Труба отопления уже на какой угол отклонилась от этого. И не факт, что если начнут рить котлован, этот дом вообще не развалится пополам, а это плитание упадет на голову. То, что не упало на голову в квартирах, сыпется в подъездах. Движение дома, осадка фундамента, все приводит, приводит и приводит к тому, что происходит трещина, которой здесь быть не должно. Две плиты друг от друга дошли, сыпятся камни. Вот это то, что происходит в наших домах. Жильцы стараются движение дома зафиксировать документально. Наша управляющая компания поставила маячки на нитевидные трещины. А вот здесь, где доходит палец, сюда не поставили маячки. И поставили только на три месяца. Хотя положено на три-пять лет. А в этом доме вываливаются кирпичи. И жильцы закладывают дыры самостоятельно, что непросто сделать, например, на пятом этаже. Там выпадают кирпичи. Их выпадают, мы их заделываем как можем, но самостоятельно. И совсем фантастические вещи происходят в пятиэтажке 190 дробь 1. Я недавно поставила, поменяла двери на кухне, в ванной, по всей квартире. Сейчас на кухню и в ванной двери не закрываются. Дом дает просадку. По ночам я, старый человек, не сплю. Треск раздается постоянно. А еще боятся появления высотки и родителей, чьи дети ходят в детский сад. От стройки его отделяет не больше 10 метров. Смотрим, вот он забор строящегося дома, ну а вот он садик рядышком. Когда будет тут возводиться здание все, мы понимаем, что с высоты 24 этажа. Уже с 10 этажа начнется весь цемент, пыль, грязь и камни лететь на детский садик. Дядя президент, ну а здесь садик, строили большой дом. Здесь садик. Здесь садик. Мы связались с индивидуальным предпринимателем Кеворгом Хабликяном, у которого на месте будущей стройки 20 лет стоял магазин. А потом мужчина подготовил проект 25-этажного дома, получил разрешение на строительство и продал его вместе с землей. Сейчас отношения к участку не имеет. Переживания собственников понимает, но пытается успокоить. Помните, все это сделано по соответствии всех требованиям, норм, которые предусмотрены в положении. Какая организация, экспертное отключение липовое, либо какой-то хоть имеющийся грань сомнения. Предприниматель уверяет, строительство будет вестись с учетом ситуации, грунта и особенностей застройки. И сваи забивать точно не будут. По проекту должны использовать щадящие современные технологии с котлованом не глубже 4,5 метров. Наша программа подошла к концу. Звоните нам по бесплатному телефону 8 800 500 ровно 8 642. Или присылайте свои вопросы на почту. Жили, Дефис, Были, Собака, Дон24.тв. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова